Скандальное всплытие. Свидетели Лужкова на минувшей неделе ждали на допрос по громкому делу о миллиардных хищениях из Банка Москвы, но так и не дождались. Бывший мэр, год назад отправленный в отставку с редкой по жесткости формулировкой «в связи с утратой доверия», из-за границы оскорбился прозвучавшим на днях тезисом о том, что причиной для его увольнения стал запредельный уровень коррупции в российской столице, а повестку окрестил актом устрашения. В Кремле домыслы о какой-либо политической подоплеке происходящего назвали смешными. Расследуется серьезное преступление, лица допрашиваются разные, так что мешает пенсионеру Лужкову, считающему себя ни в чем не повинным, приехать и дать показания. Ряду экспертов избранная экс-градоначальником политика показалась до слез знакомой. Роман Соболь разбирался в клубке проблем, который нынешним московским властям достался от прежних. В пятницу утром в следственном департаменте МВД России ждали Юрия Лужкова. Его оповестили загодя, и времени, чтобы вернуться в Москву, у Юрия Михайловича было достаточно. Его вызывали к 10 часам для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с хищениями денежных средств и из УАО «Банк Москвы». По повестке Юрий Лужков не явился. Он очень занят, читает лекции то ли в Испании, то ли в Соединенном Королевстве, а потом ему надо ложиться на медицинское обследование в Австрии. Он улетел, но публично обещал вернуться, когда в плотном графике появится окно. Я вернусь, я докажу, честь важнее жизни, это он говорит сегодня в российской прессе. Я думаю, что это все-таки, конечно, бравурные заявления, никуда он не вернется. Во всяком случае, Лужков сейчас делает все то же самое, что до него делали другие люди, обличенные властью и потерявшие ее. Тот же Березовский был частью системы, вдруг превратился в ее обличителя. «Это уже было. Это такой новый фетиш и имидж для тех людей, которые выводили из России деньги, создавали коррупционную систему, участвовали в ней. И этот импульс направлен не на россиян, не на некий спортсадминистрации. Этот импульс направлен на западного потребителя». «Наш бывший мэр никаким политическим деятелем, диссидентом не является. Он не Сахаров и не Солженицын, и это просто смешно, то, что он говорит. Но, видимо, ему адвокаты говорят, что это лучший способ. Но это примерно как если бы Берни Мейдов, есть такой, присвоивший в Америке 50 миллиардов долларов, вот он объявил бы в процессе расследования ФБР, что он, допустим, борец с режимом Обамы. Сбежал бы к нам сюда на Рублевку, и там бы прятался. А в Басманном суде шло бы разбирательство, ему бы дали политическое убеждение». Лужков, кажется, идет на обострение. Время вновь и вновь обрушивается с критикой на Кремль и на новые столичные власти, говорит о распиле московской собственности. Юрия Михайловича пытались урезонить, напомнить, почему он был уволен, и что стояло за формулировкой в связи с утратой доверия президента. «Во-первых, крайне неэффективное управление городом, и, во-вторых, запредельный уровень коррупции, допущенный Лужковым и его окружением». Говорить о каком-то якобы политическом преследовании бывшего мэра смешно, многовато чести для отставного политика. Расследуются серьезные преступления, допрашиваются различные лица. Насколько мне известно, Юрий Михайлович пока приглашен в качестве свидетеля. Ничего личного, только уголовный кодекс. Расследование коррупционных схем – процесс долгий. Вот сейчас у следователей появились конкретные вопросы к Лужкову. Он это понял и ударил на опережение. «Человек, который стал символизировать в стране коррупцию, для него самое страшное наказание оказалось отстранение от должности. Естественно, здесь возникал такой вопрос, что это действительно самая страшная кара, которая в стране сегодня существует для коррупционера. Вполне логично, что сейчас к этой теме вернулись, потому что если Лужков – символ коррупции, ну давайте тогда уголовные дела доведем до конца». Дмитрий Медведев поручил правительству и прокуратуре разобраться раз и навсегда, на каком основании земли, выделенные в 1993 году указом президента Ельцина под строительство новых дипмиссий, были приватизированы и оказались в собственности жены Лужкова Елены Батуриной. С этой землей связано немало занимательных историй, в том числе и пропажа средств из Банка Москвы. Об этом следователи и хотели поговорить с бывшим мэром. Пустырь преткновения. Компания «Энтека» хотела посадить здесь пять гигантских дисков а-ля летающей тарелки, и прибыль ждали фантастическую. Проект «Сетунхилл» – 700 тысяч квадратных метров площади, по 5,5 тысяч долларов за квадрат. Да даже если продавать просто землю, здесь 24 гектара, 50 тысяч долларов за сопку, итого 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Это цена начала 2008 года, но потом был кризис, земля подешевела, и что же, у Батуриной убытки вовсе нет. Удар берет на себя правительство Москвы. В разгар кризиса под залог этого пустыря Батурина получила из бюджета 13 миллиардов рублей, в 3,5 раза дороже максимальной докризисной цены. В 2009-м Банк Москвы производит эмиссию акций. Все свеженапечатанные бумаги выкупает мэрия за 15 миллиардов рублей. 13 миллиардов банк перечисляет зао «Премьер Эстейт» – крошечной фирме «Однодевки», у которой за душой всего 10 тысяч рублей уставного капитала. Все деньги тут же оказываются на счетах компании Елены Батурины «Интека». «Премьер Эстейт» оформляет на себя тот самый участок на Минской улице и лопается. Если отбросить промежуточные звенья, получается, что мэр влил миллиарды из городской казны в бизнес своей супруги. Такова версия следствия. В афганском посольстве уже 20 лет ждут переезда. Причины неизвестны. Нам причины никто не говорит. Какие причины? Но только говорят «подождите». Это решается вопрос. Это правительство Москва. Туда все они решают, но до сих пор. Особняк на Поварской улице красивый, но очень старый. Краска облупилась, полходуном ходит. Консульский отдел сидит в подвале. Рядом коморка атташе по культуре. За соседней дверью торпреды. Почти друг у друга на головах сидят и не ведают, какие метаморфозы происходят с землей им обещанной. Не смогли справить новоселье дипломаты Индии, Китая. Министерство иностранных дел пыталось вернуть участок посольством. Это было в 2004 году. При Лужкове не вышло. МИД был вынужден отступить. Вот передо мной лежит копия документа, подписанная генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации в адрес Росообщества, в котором он просит отказаться от иска, в котором говорит, что сейчас проводят переговоры с городом Москвой, о том, что взамен вот того изъятого земельного участка были выделены другие земельные участки. И в связи с этим продолжение спора нецелесообразно. Никаких участков взамен дипломаты не получили. Возможно, эта история лишь начало кубка. И у следователей скоро появятся другие вопросы к Лужкову. Он создал корпорацию. Москва – это не некая, и Московское правительство, структура для управления в интересах граждан, а и москвичей. Нет, это прежде всего огромная коммерческая коррупционная корпорация. Мега-корпорация. Давний оппонент Лужкова, бизнесмен Александр Лебедев, готов поделиться информацией со следствием. У него большое собрание документов. Например, как предприниматель Чигиринский подарил половину своей компании Елене Батуриной. А стоила эта компания примерно 6 миллиардов долларов. Были все лучшие площадки в городе Москве, включая там Сити, Санкт-Петербург, это Московский нефтопроводочный завод. Мало того, в документах написано, что передача бесплатно в дар половину бизнеса происходит, потому что у госпожи Батуриной есть муж, который решает в городе любые вопросы. И кроме него никто вопросов решать не может. В Росимуществе вот в этой папке собраны данные о федеральной собственности, которая почему-то оказалась в распоряжении Юрия Лужкова. На листах только название и адреса зданий, но папка получилась толстой. После отставки Лужкова делу дали ход. Этот процесс касался нескольких сот объектов культурного наследия в городе Москва расположенных. Как вы понимаете, всеми культурного наследия это здание в центре, имеющее... Страшно представить, какую коммерческую ценность. И вот этот проект по какой-то совершенно непонятной причине по несколько лет валялся в судах города Москвы. Пока шли тяжбы, здания сносились, перестраивались, сдавались в аренду. Юрий Лужков говорит, он 18 лет по крупицам собирал имущество. Правительство Москвы владело заводами, банками, гостиницами. Даже аэропорт свой был. А сейчас все нажитое распродают. То, что город получал как акционер, участвуя в огромном количестве, а это сотни акционерных обществ, это просто слезы. По сравнению с теми средствами, которые он вкладывал в эти акционерные общества. Создавались центры прибыли за рамками этой компании. И город получал просто шкурку. А вся маржа уводилась в компании, аффилированные с менеджментом, либо с другими акционерами. Непрофильные активы Москва будет продавать. За долю в банке Москвы бюджет уже выручил 103 миллиарда рублей. Город незаметно для себя потерял контроль в этом банке. Никто никогда не видел решения о приватизации этого банка, но на момент продажи оказалось, что у города нет контроля. Город потерял контрольный пакет в этом активе. В очень дорогом, в очень ценном для города активе. Содержать наследство, оставленное бывшим мэром, сложно и очень дорого. А вернуть то, что город потерял за эти годы, будет еще сложнее. Деньги вывезены за рубеж, главные фигуранты разъехались. Юрия Лужкова и Елену Батурину предупредили. В случае неявки по повесткам прокуратура обратится в Интерпол. Лужков через адвоката пообещал приехать в Москву 15 ноября. Но до этого он будет лежать в клинике. А что насоветуют ему врачи, неизвестно. Роман Соболь, Екатерина Попова, Алексей Сидоров, Алена Сонкина, телекомпания НТВ, Москва.